Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живём в Латвии. Сегодня у нас уже воскресенье, 13 августа. А новости у нас будут следующие. Век живи, век учи. Вы не ослышались, учи именно. Латвийским учителям обещают 2500 евро в месяц. Но не сразу. Давайте разбираться, друзья. Кому, что, сколько и почём. И когда, возможно, узнаем. Первый год средней школы для младшего сына прошёл, как это теперь называется, в инженерном классе. Мало не показалось. Ибо раньше это назвали бы физико-математическим уклоном задачи, по сути, вузовского уровня. Причём, в перемешку по темам, как бы рывками. Всё, разумеется, на государственном языке. Но ничего, попотели, и всё получилось. Средний балл по году оказался свыше восьми баллов. Свыше восьми. Ребята-то собрались в целом мотивированы. Уж какой конкурс был год назад страшно вспомнить. В целом по стране неуспеваемость. А вот Министерство образования и науки успехами школьников в точных дисциплинах недовольно. Вот что ведомство Анды Чакши констатировало в обширном документе политического планирования, распространённом на портале проектов правовых актов. Оценивая результаты экзаменов за период времени, видно, что они длительно не улучшаются и сохраняются на очень низком уровне. Особенно критическая ситуация есть в математике, где при оценке за более долгий период ситуация ухудшается. В результатах экзаменов ярко обозначаются отличия, сравнения с урбанизацией школ. В переводе с чиновничьего языка это значит, что в столичных учебных заведениях итоги проверок ничего себе провинциальных похуже, а в сельских совсем ни о чём. Действительно, красный шарик лауки на графике экзаменов по латышскому языку застыл около 62%. Стало быть, по старой системе, считая, деревенские ребята знают свой родной на троечку с плюсом. А что же с предметом, который мы, немутствуя и лукаво, обозначили в дневниках мат-ка? Ну, как вот обычно писали? Ну, вспомните, кто когда учился. Друзья, сейчас, секундочку. Тут интересно, да? Интересная статья, друзья. Я так читал. Так, слушаем дальше. Матка. Ага, математика, господи. Тут всё просто, трагично. 47%. Вот. То есть, стройка с большим прибольшим минусом является, в кавычках, сельской оценкой. В кавычках, повторяю, сельской. Причём средней. Но и столица ушла вверх непринципиально. Тут математические навыки восприняты учащимися в районе 57%. Да, 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 это по математике. Что тоже троечка. А ведь математика царит за всех точных наук. И без неё теперь не введёшь, не войдёшь в царство компьютерной техники. Которые, в свою очередь, потребны и в финансовой отрасли, и в информационно-коммуникационных технологиях, и в транспорте, и в логистике. Ну, кругом, куда ни возьмись, везде математика. Это как... Сынок говорит, а мне, говорит, я только до 10, мне больше не надо. Научился считать, а мне, говорит, больше не надо. А почему тебе больше не надо? Ну, детки там во дворе, маленькие ещё, знаете, дошкольники. А я, говорит, боксёрским свытьём буду. До 10 засчитал, и всё, оп, и всё. Больше не надо, что там на ринге выступать будет судьёй. То есть, тех сервисных отраслях, которые дают львиную долю валового внутреннего продукта Латвии. Да, друзья, сейчас без юмора никак нельзя прожить. Нельзя жить. Так что, слушайте дальше внимательно. Когда же мы дойдём до зарплаты? Сейчас мы дойдём, друзья, дойдём. Но не сразу. Учителям, естественно. Всем учителям большой привет. Всем большое сейчас спасибо и здоровья вам. И благополучия, конечно же. А может ли быть успешным торговец, не знающий математики? Ну, я и говорю, деньги научился. Считать. Больше ничего не надо. Да. И гуляй, Вася. Да. Или инженер, служащий в каком-либо предприятии, обрабатывающей промышленности, обеспечивающий национальный экспорт. О, как мы дошли уже до национального экспорта. Так что школьные отметки по матеме, ну да, по матеме, это всё они в кавычках, естественно. Это про наше народное хозяйство и в целом уровень жизни. Стоит ли потом удивляться тому, каковы доходы и расходы? Сейчас подплываем, друзья. Потерпите маленечко. Потерпите. Но слушайте внимательно. Проводившийся централизованный экзамен по математике в 12 классах за 2022-2023 учебный год в Латвии продемонстрировал, что наиболее распространённым числом процентов, которые набрали школьники, было от 0 до 29, что составляет уровень неудовлетворительных оценок. В целом 49,75% учеников получили то, что нельзя приравнять даже к посредственному уровню. Вы бы теперь представляете, вот шутки с шутками, как я вам говорю, без юмора никак нельзя. Но это уже всё, друзья. Это уже... Это вот уже видно, вот уже дно видно. В образовании я имею в виду. А я вам про что сейчас говорю? Да? Вы понимаете? Понимаете? Молодцы, спасибо. Слушайте дальше. В свою очередь, хорошие и очень хорошие результаты от 70 до 100% имели, внимание, послушайте, имели всего 10,09%. Это что получается? Из 10 человек, из 100 еле-еле 10 человек, да? Между этими нервными полюсами расположилось ещё около 40% середнячков, в кавычках, естественно, середнячков, которые, однако, по статистике тянутся вниз. И этот год показал высокую поляризацию, признала МОН. Итоги. Экзамены 2023 года продемонстрировали, что выпускники знают математику на 51%. Латышский на 58%. Английский, ещё будьте внимательней. Английский на 67%. Ну, давайте я сейчас поставлю точечку, буквально на секундочку. Английский на 67%. Больше, чем, смотрите, чем математику, чем латышский, даже вот свой родной язык. Но зачем они его так изучают усердно? Догадайтесь, я не буду отвечать. И не буду говорить, зачем они английский изучают. Догадались? Продолжаем тогда дальше. Связь, чтение и хулиганство. Тоже вы не ошиблись. Статья, я говорю, интересная. Связь, чтение и хулиганство. Весной этого года Латвийский университет принял участие в исследовании навыков учеников, проводившимся в 56 государствах. Европейская комиссия, как инициатор тестов по чтению в странах Союза, выяснила, между прочим, Чем хуже дети читают, тем более распространен в их среде буллинг. Таким словом ныне обозначают травлю одноклассников и учителей с прочими привиденческими отклонениями. Вот докатились до чего уже. Представляете? Вы понимаете, о чем речь? Так вот, латвийское село, в особенности мальчики, выявило уровень, который был ниже среднего показателя исследования. 500 пунктов. И даже среднего, нижшего уровня, 475 пунктов. Между прочим, такой разрыв деревенских ребят с городскими, особенность именно восточной Европы. Среди, понятно, да, друзья, восточной Европы, в которой мы относимся. И мы всю жизнь будем относиться к восточной Европе. Я не буду дальше продолжать. Кто понял, тот понял. Ну, восточная Европа все-таки. Среди развитых государств характерны либо равенство Германия и Израиль, либо даже сельская местность превалирует. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Бельгия. Последний вариант связан с тем, что обеспеченные семьи на Западе предпочитают переезжать в пригороды, где чище окружающая среда. И, соответственно, меняется статистика. Может быть, так будет и у нас, но только через несколько десятилетий. Не вы не ослышались. Через несколько десятилетий. Извините, друзья. Скоро-скоро узнаете. А вы уже узнаете самое основное. А пока те, кто читает неохотно, в основном слушают стримчики в социальных сетях. И за счет этого, кроме прочего, формирует свое политическое сознание. И выбирает около две трети сейма Латвии. Начинается. Именно столько приходится на места, которые парламенту дают регионы за вычетом Риги. Говоря же о национальном позиционировании Латвийской Республики по знаниям школьников, мы расположились в середине третьего десятка. По чтению заняли 30 место. Отстав от Польши. По математике 24 место. Уступив ей же в сфере естественных наук, получили 29-ю позицию. Здесь нас обошел Тайвань. Оценка хорошо. Далее слушаем. Разумеется, не все так худо. 60% набрало исследование 2022-2023 года по статье «Безопасность и психологическое благосостояние». В учебном заведении начали вводить перемены с удовлетворением, констатировал МОН. Однако эти данные свидетельствуют, что многим учебным заведениям необходимо существенное совершенствование среды обучения. А как же должен стоять в первых рядах, а кто же должен стоять в первых рядах, как невысококвалифицированный педагог? Вопрос, друзья. Ведомство Анды Чакши опубликовало в своем документе цифры, которым, прямо скажем, приятно смотреть в лицо. Целевая средняя зарплата в размере 2500 евро в месяц за 40-часовую рабочую неделю. Однако тут имеется условие. Скорость достижения тесно связана со способностью эффективно реорганизовать имеющуюся школьную сеть. Латвийская республика должна отказаться от многих сельских школ, которые, как было указано выше, не гарантируют результата. МОН приступил к очередному реформированию, ясно определив бескомпромиссное качество образования как цель, достижимую уже в ближайшие годы. Так что придется ужиматься, ибо в нынешней ситуации осуществить новую модель финансирования невозможно. Вам что-то это напоминает? Реформа, сокращение, закрытие. За счет закрытия, простым человеческим языком, закрыть и за счет этого, этой экономии, тех, которые закроются, да, сокращат их там, все так далее, но потом просто, возможно, и поднимут вам до такой суммы. Друзья. Это я так вижу, друзья. Вот она эта реформа. Просто на корню. Позакрывать. Ну какие школы? Вот такие вот школы, где якобы мало учеников. А почему их стало мало? Вот никто не поднимает этот вопрос. И почему не поднимают вопрос, чтобы увеличить число учеников и как можно быстрее вернуть всех, которые уехали отсюда, всю молодежь, работоспособное население. А они обучаются там, за границей, по заграницам. И живут там. И приносят нам налоги. И развивают те государства, в которых они живут. Сколько тысяч? Полмиллиона, как минимум. Если не больше. Совершенно верно. Вот давай, я сейчас закончу, друзья. Давайте вернем вот эти вот, даже пускай 300-400 тысяч туда жителей. Вы представляете вот эту ситуацию? Был период, когда они, давайте, возвращаем, ездили, прям вытянули их туда, оттуда вытягивали. Давайте, приезжайте. Вы их обеспечите всем, чем они обеспечены там? Дальше продолжаю. Во-первых, большое количество вакансий свидетельствует о недостатке квалифицированных педагогов. Это все взаимосвязано, я вам говорю. Они все там. Все там, там, там. Все, господи, друзья. Вы посмотрите, это вечный, это клондайк для них сейчас. Все, они заняты работой. Они, вот, а теперь они, вот это якобы работают опять. Реформы у них, даже реформы не называют. Даже реформы уже боятся назвать. А это не реформа. Чтобы просто сократить и все закрыть. Позакрывать. Согнать их в другие отдаленные школы, которые чуть больше учеников. Это ужас, друзья, что творится. Во-первых, большое количество вакансий, повторяю, свидетельствует о недостатке квалифицированных педагогов. Вот вам и шуточки. Ну, а все равно без юмора никак нельзя. Ужас. Ну, это уже точно. Как говорится, ни к селу, ни к городу мой юмор. Сам сказал, сам сам себе. Ну, и вам, естественно. Дальше слушайте, друзья. Чтобы без... Да, ну, уже зла не хватает, друзья. Я говорю, посадить нескольких десятков учеников, старшеклассников. Они давно уже все эти нормальные, так называемые, настоящие реформы сделали. Да, и подсчитали, и сказали все как есть. И что делать надо? Дальше, чтобы обеспечить работников полной нагрузкой в каждой школе. Во-вторых, ограничивающим фактором являются возможности государственного бюджета. Еще можно точечку поставить. Откуда государственному бюджету взяться нормальному? Откуда? Когда нет развитой экономики, нет промышленности, нет сельского хозяйства. Ничего у нас нет. Как отрывок из фильма. Ты, говорит, голодранец. Папанов, помните? Миронову говорил. И это надо было начинать хотя бы лет 15-20 назад поднимать страну с колен. Я говорю, за какую тему не возьмись везде, посмотрите. Все, звенья, вот они, одной цепи. Как всегда я говорю. За любую тему берись. Все взаимосвязано. Откуда браться? Тем же самым налогом. Налоги все там, уехали. А которые здесь остались, вы их просто грабите, продолжаете дальше грабить. Жаровать. Посмотрим. Лично я посмотрю, как вы 1 января после Нового года сядете. Какую тему будете поднимать? Опять зарплаты себе повышать? Или как развивать страну? У вас есть хоть какие-то предложения, какие-то планы для развития страны? Ни у одного нету. Хоть одна партия перед выборами. Что вы показывали? Вы что обещаете? Ни в одном пункте нету. Вот именно как? От и до. Хотя бы от 1 до 10 пунктов вы хоть раз заикнулись, что будем развивать так-то, 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 так. Ни у кого нету плана. Лишь бы только дорваться и жрать там все. Извиняюсь за это выражение. Но уже нету сил, друзья. И в свое удовольствие, на полное обеспечение сразу садитесь там на наши шеи. И все, и начинается у вас круть-верть создавать вид деятельности. Действительно, ничего не происходит. Где развитие страны? Если бы, вот затрону немножко еще, пускай побольше будет видео. Рай Балтика. Да-да-да-да-да-да. Вот сейчас создается вид бурной деятельности. Но там из-за чего это все? Вот это, для чего это строится, да? Кого возить собрались? Ну, это все понятно. Это международный там все, общий, общак. Ну да, сейчас вот выделили столько, сотен миллионов. А оказывается, еще удорожало, еще на 100 миллионов больше. И эта круть-верть будет там длиться долго и упорно. 10, 20, 30 или сколько там? До 10 только умею считать. Я дальше не умею считать. Слушайте дальше, друзья. Ну, я говорю, смех смехом, а так и есть же ведь, друзья. Понарыли, понакопали. Ну, все. О, у нас все тут. О, что-то происходит. Что происходит? Вы уже как минимум 15 лет назад должны всю Ригу нормальным асфальтом... Но, не просто лепешек налепить, а полностью весь слой снять 2 метра вниз и в несколько слоев новый асфальт положить потом наверх уже. Новую щебенку. Я говорю, а старье все это... Я уже молчу про здания советские. И дворы вообще молчу пока. Чем интересно селяне ответят на подобную заботу правительства? Вот он, говорю, и про... Про учителей, про школы затронул. Я говорю, за что не возьмись? Везде вот этот вот клубок и вот эта цепочка. Все взаимосвязано. Промежуточные результаты будут менее чем через год на выборах Европарламента. На этом, друзья, я буду заканчивать, а то иначе тут можно до бесконечности. Я говорю, любую тему поднимай и везде все это начинает сразу всплывать, всплывать. А так легко и так просто, это никак, друзья, не сказать, сколько может это все продолжаться. Я уже который раз обращаюсь. Сколько? И всегда идут на выборы и обещают якобы чего-то. Но я еще раз замечу, они не обещают конкретно что-то. Вот мы поднимем то... К примеру, к примеру. Промышленность, там сельскохозяйство, то-то, то-то. Скажете, Сергей, но мы же при капитализме. Да при чем здесь это, друзья? Ну при чем здесь это? Все, друзья, как-нибудь отдельно поговорим вам на эту тему. Не забывайте, поставьте лайк под видео. Напишите комментарий, вот именно вот, что вы думаете вот про вот эту вот статью, которую я вам сейчас изложил. Изложил, да, да, друзья, про латвийским учителям обещают по две с половиной тысячи в месяц. За что? Ну и то, что не сразу. И так далее. Про успеваемость. Еще раз учителям отдельный привет, конечно. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Подпишитесь на наш канал. Еще раз поставьте лайк. До свидания. До следующих видео, друзья. Продолжение следует...